Суды все давно прошли, и суд свои решения принял. Если вы хотите спросить, знаком ли я с Солодкиным, знаком с детства, давно, и Александр Новович работал у меня, поздравлял управление спорта, и я тогда говорил, что многие обвинения, которые ему предъявлялись, были не обоснованными, не доказанными. А как вы можете охарактеризовать его? Могу сказать, как хорошего товарища, как энергичного человека, энергичного специалиста, который всю свою уже немаленькую жизнь, ему 78 лет, он всегда старался служить своему городу, спорту, которому он всю жизнь профессионально нормальный человек. Я не могу его там назвать. Как вы думаете, в связи с чем связан сейчас повышенный интерес вновь правоохранительных органов, органов следствия к этому делу? Не знаю. Нигде об этом не читал, не слышал. Думаю, что еще раз, что все судьи давно прошли, все точки расставлены, кто-то получил сроки наказания. Бывает наказать, да нет, там все были реальные сроки, но еще раз говорю, всегда лучшее следствие из того, что суд принял решение, его надо принимать, каким бы оно там ни было. Для тех людей, кто не виновен был в том, что предъявляли, это, конечно, человеческая трагедия, это потерянные годы жизни. Я иногда говорю, сейчас говорю об этом, сожалею, но такова жизнь. Как вы считаете, можно назвать Новосибирск тех лет бандитским? Нет, нет. Еще раз говорю, Новосибирск как раз, думаю, один из немногих больших городов, в которые переход к современной рыночной экономике и жизни переходил, ну, более-менее спокойно. У нас не было каких-то войн за переделы какой-то собственности, у нас не было какого-то засилья там московских бизнес-олигархических групп, у нас все-таки экономика развивалась более эволюционно, я не скажу, что всегда правильно, всегда эффективно, но эволюционно, без пренебрежения к законам и уголовным, и даже я всегда требовал уважения и к законам нравственным, что есть какая-то человеческая ответственность, нравственная ответственность перед настоящим, перед будущим, перед своим городом, перед своим близким, который нарушать и приступать нельзя. Спасибо вам большое. Спасибо.